Уважаемые коллеги, представляем видео эндоскопической расширенной фронтотомии у пациента с хроническим правосторонним фронтитом, ранее неоднократно оперированным. На компьютерной томографии видно тотальное затемнение правой лобной пазухи, при этом левая лобная пазуха уменьшена в объеме, она воздушна, в более задних отделах мы видим правую лобную пазуху. В области решетчатого лабиринта видна латерализация средней носовой раковины, и сама средняя носовая раковина увеличена в размере и занимает весь средний носовой ход, поэтому ее требуется удалить. И мы видим в сагитальной проекции выраженный остеид в области лобного кармана, поэтому применить стандартный доступ функционально здесь не представляется возможным. Это правая половина носа, мы устанавливаем турунду с адреналином, осматриваем средний носовой ход, видно, что средняя носовая раковина приросла рубцами к латеральной стенке полости носа, поэтому ее необходимо удалить. Скусываем в области прикрепления средний носовой раковины кусачками, видно, что она тяжело поддается даже скусыванию, поскольку утолщена в размере, увеличена в размере, утолщена косточка средний носовой раковины. Дальше двигаемся, скусываем ее и смещаем вниз до заднего конца. Таким образом мы ее отсекаем и отсекаем задний конец средней носовой раковины и удаляем ее. Удаление средней носовой раковины значительно нам улучшает объем визуализации области решетчатого лабиринта и продолжаем удалять перемычки решетчатого лабиринта, максимально широко открывая основание черепа. Наша задача полностью убрать перемычки решетчатого лабиринта, выйти на основание черепа, сделать максимально широкий доступ. Это верхняя носовая раковина, мы скусываем ее в нижней трети и двигаемся по направлению кленовидной пазухи. Сейчас нам открывается кленовидная пазуха, мы расширяемся вверх и латерально и объединяем ее с задними клетками решетчатого лабиринта. Полностью все пространства клетки максимально открываем, при этом стараемся сохранить слизистую оболочку окружающих структур. Здесь это очень важно. Продолжаем удалять утолщенные перемычки решетчатого лабиринта, двигаясь сзади наперед. Вот мы видим кленовидную пазуху, задние клетки решетчатого лабиринта и видны костные перемычки, которые утолщены и прикрепляются к основанию черепа. Заводим за них щипцы Керрисона и продолжаем удалять. Сейчас уже хорошо видно основание черепа практически на всем протяжении и остаточные перемычки. Вот кленовидная пазуха. Удаляем остатки средней носовой раковины полностью вверх до щитовидной пластинки. Поскольку мы будем высверливать и удалять дно лобной пазухи, здесь необходимо среднюю носовую раковину максимально полностью удалить. Сейчас мы поменяли эндоскоп на 45 градусов и двигаемся вверх в сторону лобной пазухи. Попробуем ее открыть функциональным доступом. Видно, что здесь очень узкая зона. Видно, что средний носовой рак. Настатки ее изогнуты латерально и закрывают вход в лобную пазуху. Открываем латеральную клетку, которая граничит с медиальной стенкой орбиты. И осматриваем зону лобного кармана. Вот у нас видна передняя решетчатая артерия. Соответственно, мы двигаемся вверх от нее и мы двигаемся в сторону лобной пазухи. Удаляем медиальную часть латеральной клетки в зоне агернази. Также скусываем костные перемычки, идя чуть выше клетки агернази, в сторону лобного кармана. Используем кобру для ретроградного скусывания. Вот это как раз зона, которая нас должна привести к лобной пазухе. Здесь очень толстая кость, которая невозможна скусить щипцами. И она находится в непосредственной близости от основания черепа. И скусываем остатки средненосовой раковины в области лобного кармана. Используем специальные щипцы для лобной пазухи. Видно, что она утолщена, поэтому мы ее раскачиваем. И видно, что лобный карман с репы заканчивается толстой костью. Поэтому мы формируем лоскуты, переходим на эндоскоп 0 градусов. И обнажаем дно правой лобной пазухи. И будем высверливать спереди-назад. Формируем латеральные, медиальные лоскуты. Видно, что зона очень узкая. Очень узкая правая половина носа, так же как и левая. Поэтому работать достаточно сложно в этой узкой зоне. Но очень важно выкроить лоскуты, чтобы их вернуть на место и предотвратить вторичное рубцевание. Мы обнажили латеральную стенку полости носа, верхний отдел и перегородки носа. И теперь с помощью тяпочного ножа для оттой хирургии отсепаровываем сельскую оболочку. Как раз спереди-назад, в области крыши полости носа. Спереди-назад, чтобы увидеть первый обонятельный нейрон, который будет для нас задней границей высверливания. Здесь он находится достаточно близко. Используем турунду. И вот видим первый обонятельный нейрон. И теперь начинаем высверливать, максимально расширяя зону доступа. Высверливаем латеральную стенку полости носа. Наша задача максимально истончить до обнажения кожи спинки носа на небольшом участке. И также спиливать верхние отделы перегородки носа, выходя на крышу полости носа. То есть мы двигаемся латерально вниз к сзади и медиально вперед к переду. То есть обходим обонятельный нейрон по дуге. И чтобы наш доступ был максимально широким, очень важно эту кость полностью спилить. Поэтому видно, что достаточно узко мы работаем через одну половину носа. Но слоем за слоем, косточку спиливаем и наш обзор улучшается. Вот мы видим зону прикрепления свистой оболочки, крыши полости носа. Это как раз и есть первое понятие нейрон. Вот мы можем двигаться вокруг него. Используем алмазный бор. Равномерно убираем слой за слой, заслоем кость. Видно, что мы спилили кость верхних отделов перегородки носа, она стала подвижной. Вышли на подслизистый слой с противоположной стороны. Продолжаем выпиливать латеральную стенку полости носа в области спинки носа с переходом на носослезный канал. Вот мы нажимаем на кожу спинки носа, видим движение. То есть латерально мы уже максимально достигли пределов. Поэтому двигаемся теперь вперед, вверх. Сейчас мы формируем вцептальное окно для того, чтобы улучшить себе обзор и возможность введения инструмента через левую половину носа для улучшения угла работы инструментом. Скусываем свистую оболочку и вот вводим бора и сразу у нас улучшается обзор и объем движений бором. Продолжаем выпиливать в максимально передних отделах. Латеральные границы мы достигли и мы не выходим за их пределы. И наша задача спиливать так, чтобы мы видели лобную пазуху и не заглядывали под навес. Ассистент проводит ирригацию операционного поля теплым физраствором. То есть нет необходимости постоянно убирать эндоскоп и очищать его. И вот мы наконец обнажаем дно правой лобной пазухи, видим слизистую оболочку правой лобной пазухи. И продолжаем высверливать это отверстие, открывая лобную пазуху. Здесь мы находимся в самом переднем отделе правой лобной пазухи и двигаемся теперь кзади, медиально, латерально. То есть наша задача открыть лобную пазуху в анатомических пределах. Слой за слоем снимаем кость и видим слизистую оболочку лобной пазухи. Наша задача ее открыть и уже войти в полость лобной пазухи. Вот у нас есть эта оболочка отсосом. Производим отверстие и видно, что лобная пазуха заполнена густым гнойным отделяемым. Вот наконец мы видим просвет лобной пазухи, ее заднюю стенку, переднюю стенку. И мы понимаем, в каких направлениях необходимо двигаться, чтобы максимально ее открыть. То есть мы должны двигаться еще кпереди, мы должны двигаться кзади в сторону, естественно, в пути оттока лобного кармана. То есть объединяем лобную пазуху с лобным карманом. То есть у нас крыша решет, что лабиринт и задняя стенка лобной пазухи должна быть единой. Теперь двигаемся кпереди, двигаемся кзади, приближаясь к обонятельному нейрону. И пазуха все шире и шире нам открывается. Сейчас мы работаем ближе к основанию черепа. Спиливаем кость носа лобного выступа. Мы можем это делать непосредственно прямо до обонятельного нейрона, как раз где основание черепа выступает вперед. И теперь выпиливаем в сторону противоположной лобной пазухи. Видно было, что правая лобная пазуха имеет два сегмента. Наша задача их открыть. И по возможности открыть и левую лобную пазуху для максимально широкого доступа. Сейчас мы спиливаем верхние отделы перегородки носа. Кзади в сторону основания черепа. И можем вводить теперь изогнутый бор и двигаться в сторону противоположной лобной пазухи. Она начинает уже просвечиваться и усесть эта оболочка. Вот мы видим сейстую оболочку левой лобной пазухи. Продолжаем выпиливать перегородку лобной пазухи и двигаться в сторону левой лобной пазухи. Фактически мы выполняем драфт-3 через одну половину носа. Почему? Потому что левая половина носа очень узкая. И мы можем это сделать все через правую половину носа. Открываем второй сегмент правой лобной пазухи. И шейвером убираем сейстую оболочку левой лобной пазухи. Вот мы теперь видим и левую свободную лобную пазуху через правую половину носа. Возвращаем латеральный лоскут на место, прикрывая обнаженную кость. Укладываем медиальный лоскут. Чуть подрезаем медиальный лоскут, чтобы можно было лучше развернуть свистую оболочку в сторону лобной пазухи. И прикрыть обнаженную кость в задней стенке лобной пазухи. Вот еще небольшой лоскут, который у нас остался с крыши полости носа. Мы его разворачиваем, укладываем на лобный карман справа. И лоскут фиксируем с помощью гемостатической губки. Осматриваем крышу решетчатого лабиринта, кленовидную пазуху. Видно, что у нас полностью все открыто. Операция закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...